Тили-ти-ли-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли- Много горя, много лжи, так много до безумия. И не было ни одной семьи, в которую не ворвалась бы болезнь просто так. Поначалу мы списывали все на кармические истории. Но когда научились их перезаливать, взору открылась вся красота, в кавычках, внутреннего мира наших клиентов. Они были разные, объединяло всех одно – желание найти выход из болезни и быть счастливыми. А вот основа у всех болезней была разная. Хотя я солгу, если так напишу, было нечто незримое, что мы чувствовали и не хотели сперва говорить вслух. Ложь и неблагодарность была в каждой заявке. Мы даже начали защищаться от этого. Мы рассказывали, что не лечим. Мы не обещали, что работать им, что та карма, в которой им надо было проживать больным ребенком лет 70, не упорхнет, как птичка, если они не изменятся. Ведь болезнь и дана для того, чтобы человек осознал что-то. Стал по-другому относиться, проявляться, раскрываться. Это не спасало. А в заявках из восточных стран в 99% случаев жены скрывали от мужей, что обратились к нам. Лгали им. Лгали нам. А по сути, лгали себе. И ждали, что вот вы вылечите моего ребенка, я уж решу. Говорить вам спасибо или плевать в спину. И многие плевать начинали, еще не успев просмотреть работу и сочтя ее бредом. А по факту хитрили, не осознавая, что они уже сели в этот поезд перемен. Обратной дороги нет. В инфодайинге так и есть. Если мы уже ворвались в подсознание и удалили информацию старую, то дальше не измениться. У человека нет вариантов. Либо он будет болеть еще сильнее и боль накроет, но уже самого, не через ребенка. Мы об этом всегда говорим вслух. Либо он будет работать и меняться осознанно. И тогда он спокойно выйдет из заболевания и даст возможность поправиться ребенку. Других путей нет. Потому что подсознание уже знает, что до человека информация донесена. Уже есть путь выхода. Уже сценарий изменен. Уже сюжет обрезан. Фильм переписан. На первых порах нам нужны были дети для эксперимента. Мы соглашались на все. И это была ошибка. Фатальная. Под лежачий камень вода не течет. Пока мама не начнет осознавать, зачем ей болезнь ребенка, ничего не изменить. До последнего Бог оставляет ей право лечь на дороге камнем и согласиться с болезнью. Что некоторые и делали. От них мы отказывались сразу или причиняли боль, заставляя думать головой и работать. Сил это отнимало много. Одно только научить маму замечать положительные изменения в своем ребенке – это целая практика, которую мы еще и проверяли. К августу 2020 года мы осознали – вести на себе больше камней не будем. Если мы за год не отучили их лгать и не научили быть благодарными за те изменения, что происходит в детях, пусть карма их учит. Ну и здесь приводятся реальные истории, как шла работа. Вообще эта книга вся написана по реальным историям. И как менялось наше сознание. Смотрите, ведь мы же начинали работать с детьми. Мы верили, что мы такие сильные. Мы сможем. У нас же информация. Мы сможем. Уберем и так далее. И ребенок поправится. И он как бы не зависит от их родителей. Потом до нас начало доходить, что дети копируют родителей. И сперва надо изменить тот компьютер, с которого происходит копирование. То есть вирус в нем. Вирус в родителе. И ребенок просто автоматически копирует информацию с родителя. И здесь надо тогда поменять родителя. Родителю измениться. Ну или поменять родителя. Такие случаи тоже были. И в какой-то момент до нас вообще начало доходить, что наша задача не делать ничего за человека. Действительно под лежащий камень вода не потечет. Человеку надо сразу осознавать, что ему придется работать. И когда к нам обращаются сейчас, мы каждый раз требуем, чтобы человек прочитал все то, что написано на сайте. От вам полторы страницы немного. И знаете, далеко не все могут прочесть. Нам рассказывают, что много текста. Я не понимаю, что написано. А как же вы будете работать? Вы будете работать. Мы делаем свои 100%. Вы меняетесь со своей стороны на 100%. И 100% плюс 100% в психике дает результат. В психике не бывает, что я выиграл, ты проиграл. Нет. Либо выиграли оба, либо проиграли оба. И таким образом, для того, чтобы удержать результат, надо, чтобы выигрыш был с обеих сторон. Если с обеих сторон выигрыша нету, если кто-то уходит в лежачее положение, то все, тогда проиграли обе стороны. Тогда выигрыша нет. И вот этот парадокс психики, парадокс того, что нету качелей в психике, там баланс, там равновесие, сперва не давал нам возможности осознать это, как это все работает. Потому что, ну, ты не видишь просто проблемы. Там баланс, там все хорошо. Болезнь пришла, она прекрасно вписывается в жизнь человека. Она нужна человеку, она просто настолько нужна. И ты думаешь, а как я буду вторгаться, если ему болезнь нужна? Но это же болезнь ребенка. И вот здесь начинались качели. Как может быть болезнь ребенка нужна матери? А это по факту так. Кстати, на курсе вторичной выгоды мы это будем разбирать. И когда вот мы постепенно доходили до силу этого, теперь многие вещи кажутся очевидными. Ой, так там же какой-то ученый умный упоминал о таком же. Многие упоминали о таком же, но не было вот этой практической базы, которая бы просто вот так, личного опыта, который вот так высвечивал и говорил, нет, ты вот здесь не права. Измени подход и так далее. И знаете, с враньем и неблагодарностью мы справились. Тех, кто лжет на выходе, мы отбиваем сразу. То есть они уже не доходят до нас. Те, кто с благодарностью мы учим, и даже до сих пор в чате учим, учим держать внимание сразу на создании здорового ребенка, замечать изменения, замечать взгляды, указательные жесты, радость, эмоции там и так далее. дети меняются постепенно. И каждый шаг, когда человек фиксирует сознанием, да, вот это появилось, да, вот это появилось, да, вот это, и переходит в благодарность, соответственно, благодарностью он отрезает неумение, там показывается указательный жест, неумение говорить, неумение усваивать информацию, неумение там делать какие-то физические движения и так далее. Вот это все неумение обрезается в один раз просто тем, что человек осознанно учится замечать все изменения в своем детяти. И он научился видеть эти изменения, научился замечать, и все прекрасно. И дальше уже идет развитие. И через благодарность он завершил старые сюжеты. И ребенка уже не будет, у ребенка отката не будет возвращения назад. И, блин, вот в этой книге «Инфодайм к счастью» мы вот каждый момент такой, который мы фиксировали своим сознанием, осознавали, мы это все записали, показали, как это работает. И здесь был еще один момент, на который хочу обратить внимание, даже зачитать. Как чувствовать подмены? Рецепты собственного опыта. Если вы задаете человеку или себе вопрос, а в качестве ответа слышите нечто абстрактное, неконкретное, чаще всего уводящее по состоянию вниз, типа «А как вы сами себе это думаете?» или «А ваше мнение, что для вас значит?» гоните так отвечающего в шею. Ответ должен быть конкретным и наполнить вас силой, даже если вам говорят, что вы придурок. В этот момент вы обмениваетесь ресурсом внутренним. И если ответ вас не наполняет силой, то не имеет смысла растрачивать ваш ресурс. И это может быть и ваше проявление. Тогда вы уперлись в подмену. Вот это тоже полезная такая штука на заметку, потому что сегодня очень много словоблудства и очень мало конкретики. Словоблудство уводит человека от цели. Словоблудством сейчас занимается религия просто невыносима. Какую чушь несут? Причем неважно. Я в ближайшее время в ТикТоке дам комментарий на буддистский один ролик. Но это невероятные подмены. Это невероятная чушь. Люди занимаются словоблудством, теряют конкретику, и человек уходит просто в шизу. Когда нет конкретики, вообще есть первичный тест на шизофрении. Как отличить шизофреника или психически больного человека, не будем уже давать конкретные диагнозы, от здорового человека. Если вы начинаете говорить с человеком, и человек уводит вас в космические дали, блудит. Все, у него есть проблема с психикой. То есть вы его можете расширить вплоть до того, как он общался с инопланетянами, или он лично пожимал руку президенту, если не брать окружение ближайшее. Либо он там вместе на Эвересте пил кофе с Биллом Клинтоном или еще с кем-то. Это все про шизу. То есть то, чего не было в реальности у человека. Но человек выдает это желаемо за действительное. Он уходит, он распыляет много слов, но не дает конкретики. И разновидности, посмотрите сегодня, что говорят религиозные деятели. Брум, и пустота. Это про шизу. И эта шиза идет в массы, а потом сами гоняют бесов. То есть смотришь на это и думаешь, люди, вы немножко больноватые, наверное. И самая вкусная часть вот этой книги, инфодайинг счастья, тоже хочется ее зачитать. Заявка на счастье. Осознайте, что вы находитесь в симуляции, которая обязана исполнять вам все то, что вы заказываете, как официант в ресторане. Смотрите, это третья книга. Мы говорим, что вы находитесь в симуляции. В книге «Парадоксальное восприятие» мы говорим, что нет никакой симуляции. Что это тоже развод ума. Но временно опереться на симуляцию, как на костыль, для того, чтобы проснуться, это то же самое, как включить будильник. Это на каком-то этапе помощь. Помощь незрелому сознанию, чтобы сделать шаг к себе. Итак, скатерть-самобранка. А теперь посмотрите на вашу ситуацию с этой стороны. Так что же вы заказываете? И зачем вам это? После того, как до вас начнет доходить, какую часть себя вы пытаетесь отделить от себя, спрятать, обвинить, унизить, отторгнуть, загнобить и так далее, переведите свое внимание на себя и почувствуйте. Почувствуйте. Хорошо почувствуйте запах, вонь той вторичной выгоды. Что вам хочется сделать? Нет, не стоит наслаждаться этим дерьмом и лепить из него куличи. В гештальте, регрессе, РПТ, психоанализе и ежесними, аминь. Это все удаляет вас от счастья и уводит в игру, где вы есть то, что вы сейчас нюхаете. Осознаете? Тогда осознанно произнесите волшебную мантру. Это все. Для тех, кто до сих пор не осознает силу матного слова и делит лексику на плохую и хорошую, блин, нафиг это все. Мантру можете воспроизвести в обратную сторону сами. Либо прочесть в этой книге. И тоже почувствуйте, какая разница в силе слова, разница в импульсе, придающем ускорение к проявлению. И после этого начинайте заказывать то, что доставляет вам искреннее счастье. Смотрите в будущее через призму счастья в моменте «здесь и сейчас». Ваше сознание создающее. И здесь имеет смысл обратить внимание. А что вы чувствуете, когда заказываете? Ликует ли сердце? Наполняет ли радостью уже от того, что вы позволили себе сделать шаг к себе искреннему? Или барабанит ум, которому важно быть умным, сильным, знатным, успешным, чтобы кто-то вас увидел, заметил, чтобы было лучше, чем у других, чтобы ум всегда ориентирован на внешняя душа, она внутри, и она осознает, что внешнее – это ее зеркало. И ориентироваться на зеркало не имеет смысла. Это глупо. Почувствуйте, кто заказывает в вашем случае. И приведите свой заказ в гармонию с собой. И вы почувствуете. И дальше продолжение. Дальше читать не буду. Дальше прочтете сами. Мы пришли к счастью. И мы понимаем, что инфодайинг, в принципе, как инфодайинг, случился благодаря тому, что мы очень много ржали на клубе. Очень много счастья, радости, стеба было в те моменты, когда мы грузили людей в глубины гипноза, казалось бы. Но при этом мы тогда обнаружили вот этот переход между двумя башнями-близнецами. Одна башня называется гипноз – засыпание. Вторая башня называется инфодайинг – просыпание. И на каком-то там сотом этаже есть один переходик. Один переходик, когда можно перейти из одной башни в другую. Во всех остальных башнях ты выйдешь в окно. Во всех остальных состояниях ты выйдешь в окно из башни. Нам тогда на клубе удалось, потому что мы четко осознали состояние вот этого счастья и радости. И через него мы смогли войти в инфодайинг. И теперь мы, когда готовим людей, мы сразу вводим не из состояния власти, на которой строится гипноз. Нет. Ребята, в состоянии власти, вины, обиды, злости, раздражения, гнева, гордыни, жадности, чего угодно, не будет инфодайинга. Не будет. Инфодайинг начинается со счастья. Только через это состояние возможен переход в инфодайинг. По-другому не бывает. Это ключ. Это золотой ключик от вашей жизни. Книга «Инфодайинг. Счастье» плотно подводит к этому и дает заявку на счастье. Книга «Инфодайинг. Счастье»